Хочу сделать свой прогноз на матч КХЛ, матч между Борисом и Динамо Ригой. Матч начнется в 16.30, и вот я хочу сделать небольшую ставочку на этот матч. Но сначала вообще команда. Ну, между этими командами пропасть в очках, а у Бориса она 13 очков больше, чем у Динамо Ригой. Динамо Рига, наверное, в этом сезоне проводит свой худший сезон, и с большой долей вероятности, можно сказать, что Динамо Рига в плей-офф не выйдет. Да. Динамо Рига пропускает очень много, и вот в этом сезоне уже пропустили 64 шайек. Вот. Ну, скорее всего, конечно, подходить к тому, кто победит здесь, то, я думаю, Борис. Борис, наверное, думаю, шайбер в 2-3 победит. Вот. Но я все-таки беру свою любимую ставку, это тотал, тотал больше. Почему я выбрал этот матч? Я думаю, этот матч будет на тотал больше, больше 4,5. Вот. Одна из причин это то, что Динамо Рига пропускает очень много, но и забивает. Они даже в прошлом матче с трактором, который, кстати, Динамо Рига выиграл, а в Челябинске 3-4, они забили много шайб, но и пропустили при этом много. А вот Борис в последний матч свой сыграл 0-0 с Адмиралом. Ну, Адмирал это такая тягучая команда, блядь. Адмирал и Амур две антихоккейные команды. Вот. Я думаю, в этом матче будут голы. Ну, почему так? Потому что когда Борис играет с такими играющими командами, да, которые пропускают, которые сами дают играть, которые там и сами забивают, то обычно Борис забивает много. Ну, и при этом пропускает одну-две шеи. Вот так вот, да. Поэтому, скорее всего, этот матч смотрится на большую. Еще такой момент, что Борис последний в своем матче сыграл в ничью 0-0 в основное время. С Адмиралом, да, ну, долго-то и не может продолжаться. Хоккей, хоккей вообще 0-0 это вообще парадокс. Ну, не в КХЛ. Вот, шутка такая. Ну, все-таки, я думаю, голы будут, конечно же, будут. И Борис должен убивать 3-4 шайбы, такого одиночку. Вот. Еще такой момент, что, согласно статистике, Борис последний в свои 3 матча сыграл на тотал меньше. Причем забивал не более трех шайб, одну-две, что-то такое. Вот, а вот Динамо Рига, наоборот, они последние 5 матчей только в матче с, по-моему, с Витязем. Да, с Витязем они забили только три шайбы, да, на двоих. Во всех остальных проходил тотал больше. Вот, и последний матч с Трактором тоже прошел тотал больше. Хотя, Трактор, это низовая команда. Вот, и всего этого я хочу сделать свою ставку и свой прогнулся этот тотал матча больше 4 за коэффициент 1.6. Да, низкий коэффициент, ну, 4, это лучше, чем 4.5. Если кто хочет более высокий коэффициент, может поставить тотал матча больше 4.5 за коэффициент 1.96. Вот, коэффициент почти по двойку. Эти коэффициенты, я вообще эту ставку оставлю в Бетсити, в Фонбете. В Фонбете ставки эти есть, вернее, одна ставка есть, тотал больше 4.5, но там коэффициент 1.9, а не 1.96, так что ставим выбирать. А вот тотал матча больше 4, в Фонбете даже такого нет. Вот, но я взял все-таки в Бетсити, и мой прогноз на этот матч, это тотал матча больше 4 за коэффициент 1.6. Матч начался 16.30, смотрите хоккей и болейте за свои команды. Всем пока!